В Одинцовском волейбольном центре команда Суперлиги Заречья Одинцова сразилась в домашнем матче с Петербургской Ленинградкой. Игра дала старт заключительному туру Чемпионата России по волейболу среди женщин. Матч важен с точки зрения подготовки к плей-ауту для команды Заречья Одинцова. И подготовки для плей-офф для Ленинградки, потому как впереди самые ответственные матчи. То есть регулярно чемпионат сегодня заканчивается и впереди у команд матчи плей-аута и плей-оффа. Поддержать Одинцовских спортсменок приехала знаменитая гандболистка, двукратная чемпионка мира Елена Пахомова-Дмитриева. Просто огонь и Заречья ведет, это самое главное. Причем Ленинградка, она занимает, по-моему, четвертую строчку в таблице, да, а Заречья, она, по-моему, сейчас одиннадцатая, да? Да, вот. И я очень всегда болею за такие команды, которые через себя проходят, проявляют свой характер и выдают такие матчи. Игра с первых минут держала в напряжении. Зрители на трибунах с интересом следили за мячом. Преимущество несколько раз переходило от одной команды к другой. Но в результате борьбы победу со счетом 3-1 одержала Ленинградка. Одинцовские волейболистки поражение приняли достойно и учли ошибки. В ключевые моменты скорее мы сами потеряли немножечко концентрацию и упустили нужные нам мячи, которых нам потом уже не хватило. Была тяжелая игра. Девочки все молодцы, справились, выдержали до конца. Были, конечно, провалы, но мы выходили из них с высоко поднятой головой. На данный момент у Заречья Одинцова 16 очков. В турнирной таблице чемпионата России команда занимает 13-ю позицию. Задача наша, мы на предпоследнем месте находимся, задача хотя бы 12-й будет. То есть улучшить результат, который мы сейчас имеем. Попробуем, попробуем. Ну не пробуем, надо добиваться. Поэтому будем решать задачу в 12-м месте. Сейчас Заречья Одинцова активно готовится к плей-ауту. Впереди игры со Свердловской Уралочкой, Нижегородской Спарты и Липецком. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.